сегодня в перископе стрижка под треугольник страх и ненависть в сингапуре мастера по разбору елок барби в кино полицейские и пончики смотрите прямо сейчас а Недавно житель Китая захотел подстричься, и у него все получилось. Но как и какими силами? Герой новости хотел как можно детальнее изложить парикмахеру свое видение будущей стрижки. Для этого он нашел в интернете видео с идеальным на его взгляд результатом, нажал паузу и сделал снимок экрана. Фотография выглядит так. На ней отчетливо виден треугольник от видеоплеера. И по закону жанра парикмахер понял все слишком буквально. Я просто лежал и слушал музыку. Перед тем, как приступить, китайский тирюльник поинтересовался у клиента, хочет ли тот, чтобы треугольники украшали его голову. Клиент, видимо, не понял, о чем идет речь и согласился. И вот результат. Новостью об этом поделился один китайский блогер, и его пост вскоре стал вирусным. Он собрал 70 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Кто знает, может быть, через некоторое время эта прическа станет эталоном мужской красоты. На сайте Ти-Жорнал опубликована новость с заголовком. Малазеец провел 10 дней на улицах Сингапура, так как стеснялся спросить дорогу у прохожих. Он будет ждать в банях. Но будьте очень-очень осторожны, это, в конце концов, Сингапур. Это история про одного парня по имени Джан Дамин, жителя Малайзии, который отправился в Сингапур. Его цели и мотивы просты — найти хорошую работу и построить свое будущее. Отдать его! Едет он, а, а не я! Так а почему он, а, едет он, а не я! Малазиец снял квартиру в одном из районов города. Спустя пару дней он настолько осмелился, что решил прогуляться по незнакомому городу в одиночку. Все началось безболезненно и обыденно. Пунктом назначения Джана было соседнее кафе, в котором он решил пообедать. Но после приема пищи, Малазиец не смог найти дорогу к дому. Из точки А в точку Б вышел юноша бледный со взором горящим. По дороге слегка располнел, пробил доспехи, женился на прачке. Что из этого вышло? Джан Дамин 10 дней бродил по Сингапуру и искал знакомые локации. Почему не позвонил, спросите вы. Он забыл телефон и паспорт в съемной квартире. Почему не спросил помощи у прохожих? Это интересный вопрос. Цитата. Каждый новый дом был похож на предыдущий, так что я не мог найти дорогу назад. Я очень застенчив и не знаю, как ведут себя сингапурцы. Именно поэтому я не осмелился попросить у них помощи. Лёвик! Спасите! Маманя! Дядька, чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай! Мам! В кармане Джана лежало всего 50 сингапурских долларов. Это примерно 80 белорусских рублей. На эти деньги герой покупал дешевый рис и по 12 часов ходил по улицам Сингапура в поисках квартиры. Личную кигиену поддерживал при помощи туалетов в торговых центрах и ресторанах. Спал на улице. На восьмой день у Джана закончились все деньги, а за это время он не нашел ни квартиры, ни даже полицейского участка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепелке? Я потерялась. Ты потерялась? Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась. Так что он перешел к плану Б. Я был голоден и обезвожен, поэтому заставил себя обратиться к незнакомцам. Я просил у них деньги, но за два дня осмелился подойти только к шести-семи людям. Рассказал малазеец. Почему Джан просил милостыню, но не стал обращаться за помощью, до конца не ясно. За время, что юноша ходил по закоулкам Сингапура, его успели объявить в розыск. На десятый день его узнала пожилая женщина и отвела в полицию. У меня получилось. Когда история закончилась, спасенный Джан дал журналистам интервью, в конце которого сказал «После пережитого в обозримом будущем возвращаться в Сингапур я не намерен». А вы уже разобрали свою новогоднюю елку? Если да, то помогите другим. Или может это сделать за деньги? Не деньги, либо ски. Новость на сайте Спутник Бай. Праздники закончились, в интернете предлагают услуги по разбору елок. На одном популярном российском ресурсе появилось объявление, в котором сказано, что жителям Москвы могут помочь в разборе праздничного дерева. Чем вам помочь? Чем вам помочь? Вы что умеете? Все. Присядьте. Присяду, ведь я это могу. Высококвалифицированным специалистам все нипочем. Они готовы разобрать живую елку, искусственную и даже вашу. И в качестве бонуса убрать сложенную конструкцию в кладовку. Ну? Вот. Чтоб тебе провалиться, Крэйкслист. Цитата из объявления. Вроде уже и пора бы отправить зеленую красавицу в кладовку, а все не доходят руки, да и работа навалилась. Был бы человек, который разобрал бы елку за вас. Есть такой человек. Елочные мастера готовы приехать в любое удобное для хозяев время, сделать работу быстро и без лишних слов. Стоимость услуги 500 российских рублей, то есть около 16 белорусских. Ты принес деньги? Да, ты принес деньги. Я говорю. Ты принес деньги? Да, я принес деньги. А ты? Принес деньги? Слышь, а ты принес деньги? А, ну да. Автор публикации утверждает, что разбор елок может стать достаточно востребованным, с учетом того, что в последнее время имеется тенденция больше использовать искусственные деревья, которые могут стоять долго и не раздражать осыпавшимися иголками, а убирать игрушки хозяевам слишком лениво. Для того, чтобы преодолеть расстояние обувной коробки, ей понадобится минимум час. Многие знают актрису Марго Робби по ее ролям в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Таня против всех» и других. Скорее всего, самой запоминающейся ролью Марго была Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц», выпущенном комикс-гигантом DC. А еще мы готовы поспорить, что многие из вас сталкивались с легендарной игрушкой Барби. Кукле посвящено множеству мультфильмов, игр для мобильных телефонов и ПК, но только не полнометражных кинолент. Так вот, компании Warner Brothers и Mattel, последняя производитель легендарных кукол, решили исправить это досадное недоразумение. А главная роль в фильме досталась той самой Марго Робби. Сама же Марго поделилась впечатлениями от предстоящего участия в съемках. За почти 60 лет существования бренда, Барби давала детям возможность представить себя во вдохновляющих ролях, от принцессы до президента. Также актриса сказала, что сыграть легендарную игрушку в фильме – большая честь для нее. Снимать кино решили еще в 2014-м, но до сих пор так и не приступили. Но в данный момент компании уже завершили стадию подписания договоров, так что фильм точно должен появиться на экранах. Кроме того, что Марго Робби сыграет главную героиню, мы больше ничего не знаем. Все подробности проекта, включая актерский состав, имя режиссера и даты выхода картины, пока остаются неизвестными. Я обратился к потокам моего сознания и четко сформулировав вопрос, начал ждать ответов. К сожалению, ответа долго не было. Жизнь – непростая штука. Того и гляди, очередной поворот может оказаться фатальным. И с этими полицейскими судьба сыграла злую шутку. В США полицейские подавлены потерей грузовика с пончиками. Забавное фото. А фото и правда забавное. Посмотрите на лицо этого страдальца. Теперь ему не видать свежих хлебобулочных. Сотрудники полиции Кентукки едут на вызов. ДТП просто ужасное. Горит машина. Прибыв на место происшествия, они находят грузовик. От запаха горящих пончиков кровь стынет в жилах. Помимо того, что полицейские Кентукки выложили в сеть свои скорбные фото на фоне подгоревшего грузовичка с пончиками, так они еще и привлекли к себе внимание других полицейских США. По всей стране служители закона комментировали ситуацию и проявляли чудеса эмпатии. В этой работе есть вещи, которые невозможно стереть из памяти. В это трагическое время мои мысли с офицерами полиции Лексингтона, написал офицер из Северной Каролины. В официальном твиттер-аккаунте полиции Оксфорда из штата Миссисипи опубликован знаменитый мем «Почему?». Представители чикагских правоохранителей принесли свои соболезнования словами «Мы чувствуем вашу боль». И, пожалуйста, сообщите нам, если бы вы хотели, чтобы мы обратились к нашим друзьям в Нью-Йорке, и они бы прислали вам пончики. Так что, если вы считаете, что у служителей закона нет чувства юмора, вы глубоко заблуждаетесь. Как итог, из обычного грузовичка с пончиками может родиться флешмоб с масштабом в целую страну. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Смотрите продолжение в следующей серии.